Бытует ошибочное мнение, что предприниматель или владелец малого бизнеса – это, как правило, хозяин небольшого магазинчика или торговой точки где-нибудь на рынке. Но зачастую именно владельцы малого бизнеса генерируют новые идеи, находят свободные ниши и не боятся попробовать что-то новое. В Азове прослойка именно малого бизнеса довольно большая, и спектр деятельности предпринимателей очень широк. Для лучшего взаимопонимания между предпринимателями и административными органами существует Совет предпринимателей, где озвучиваются, а затем и решаются проблемы, с которыми сталкивается малый бизнес. Один из представителей такого бизнеса, в том числе и сопредседатель Совета предпринимателей Алексей Скляров, входит в число первых, кто зарегистрировался в качестве индивидуального предпринимателя и владеет собственным бизнесом уже более 30 лет. Я горжусь тем, что я первый частный предприниматель России. Если кто-то знает предприятие, которое было зарегистрировано раньше, чем 28 августа 1990 года, в форме именно частной, не кооператив, то назовите, я тогда не буду присваивать себе это звание. Поэтому 33 года в бизнесе, уже 34-й почти, как бы создали условия, при которых, если ты не лентяй, если у тебя есть смелость пойти первым, я расскажу, как это было. В 90-х годах найти свободную нишу для развития было легко. Алексей Скляров увлекся идеей частного телевидения и вложил много сил в создание и дальнейшее продвижение своей идеи. Результат – единственное в городе телевидение, которое бесперебойно работает уже почти 33 года. В настоящее время индивидуальным предпринимателям приходится значительно сложнее. Свободных ниш все меньше, а большинство копирует чужие идеи, не умея создавать новое и необычное. Ну, тут вопрос, насколько человек свободен и раскован. И не боится ничего. Не надо ничего бояться. Не бойтесь, ребята. Ну, увидели, понравилось. Ну, рискните. Ну, в конце концов, с голоду вы не умрете. Ну, потеряете, если вы даже ошиблись в чем-то. Ну, делайте. Найти нишу для бизнеса. Вон сейчас искусственный интеллект. Все в него вцепились. Вперед! Там столько, там такие огромные, немыслимые возможности открываются. Будь я помоложе, я бы сейчас весь там был. Существует присказка, что для хорошего развития собственного дела у человека должна быть предпринимательская жилка. Она включает в себя и умение просчитывать риски и возможные потери, генерирование новых идей и умение из любой сложившейся ситуации получать прибыль. Ведь именно финансовая составляющая привлекает многих для открытия собственного бизнеса. Обратной стороной медали является кадровый голод, с которым сталкиваются не только промышленные предприятия, но и малый бизнес. Ведь для развития нужны специалисты, которых в настоящее время, к сожалению, не так много. Проблема образования. У нас же все сразу в начале 90-х рванули. Юристы, экономисты. Сейчас у нас тоже каждый второй хочет быть психологом или еще не знаю кем. Но как бы инженера не найти. Сейчас самая востребованная профессия у нас в стране – тракторист. И люди рабочих профессий. Этим никто не занимался, никто не хочет заниматься. И никому это как бы не интересно. Я свою жизнь начинал у станка. Популяризирование легкого заработка с каждым годом повышает спрос на истинных профессионалов ручного труда. А с правильным подходом – это будущие успешные частные предприниматели.